Музыка Послушайте пожалуйста новости Как наверное уже многие на улице знают На торговой площади в центре города рядом с киосками Открыт фирменный магазин иноульского маслосыркомбината Редко кто обойдет эту торговую точку на самом оживленном месте города Надо сказать что в фирменном магазине Цены по сравнению с ценами обычного продовольственного магазина гораздо ниже Например если в магазине 1 кг масла крестьянского стоит более 5000 рублей То в фирменном всего лишь риф Дело в том что торговая наценка в продовольственных магазинах около 30% А в фирменном на масло всего лишь 15% На сыр же торговая наценка здесь в магазине 6% И здесь его продают по цене 3500 рублей за 1 кг Совсем нет торговой наценки на сметану Она стоит здесь 1300 рублей Масло под сырное 3000 рублей Всегда в продаже имеются котык, молоко, творог Итак в городе масло саркомбинат открыл два фирменных магазина К слову в районном центре Таташлы Где есть низовой молокозавод масло саркомбината Есть еще один магазин Продукция которого также пользуется большим спросом у населения Продукция еще одного фирменного магазина Который недавно открылся у нас в городе Пользуется большой популярностью у населения Это фирменный магазин иноульского мясокомбината И хотя эта торговая точка открылась недавно Продукция его полюбилась иноульцам На мясокомбинате выпускают полукопченые и вареные колбасы разных сортов И наименование изготавляют цардельки На габинате вырабатываются такие сорта полукопченых колбас Как одесская первого сорта Полтавская, украинская высшего сорта Закусочная второго сорта И вареная, столовая, свиная и московская первого сорта В скором будущем планируется выработка колбас высших сортов Докторская, любительская и столичная В сутки вырабатывается около тонны колбасных изделий Пока же работу задерживает то, что нет оболочки для готовой продукции На кабинате работают два цеха Убойные и колбасные Договор на поставку мяса заключен с колхозом Победа В убойном цехе мастер Фердоус Малабердин Неплохо трудится обработчицей субпродуктов Черепанова Наталья Джумалиева Светлана Мастер по изготовлению натуральных оболочек Гелязева Венера Тимиряев Флюс В колбасном цехе технолог Гельмиф Алмаз Фарш и составитель колбасных изделий Слюнько Елена Обвальщица Халилова Зинера Аппаратчик термической обработки колбасных изделий Рахимов Ренат Рядом с комбинатом строится торговый центр Сдача которого планируется в третьем квартале текущего года Строят здание торгового центра Строительное управление из города Альметьевской Республики Татарстан С которым мясокомбинат заключил договор В торговом центре разместятся столовые Фирменный магазин и управление мясокомбината А пока свои продукты комбинат поставляет в магазин «Нектар» Тружники сельского хозяйства знают Что будущий урожай во многом зависит от того Как подготовлена к ней пашня От того, убран ли вовремя урожай прошлого года От внесения минеральных удобрений От полной обеспеченности семенами Все это требует своевременной заботы крестьян Мы регулярно информируем вас О подготовке к весенним полевым работам Колхозов и совхозов района О вывозке органики на поля О готовности семенного фонда хозяйств Как же обстоят дела у фермеров района С подготовкой техники и семян к весне Как проинформировала нас Ассоциация крестьянских хозяйств района Фермеры в основном обеспечены семенами У таких хозяйств, как пионер, фермер Нурдинов Ролив Урак Менлибаев Уракбай Родник Владимиров Виталий Болтач Ахатов Ренат Лащин Садреев Альфис И Нур Бодридинов Анис Проблем с семенами нет Неплохо подготовили к весенним полевым работам Они и технику Остается лишь надеяться Что посевная кампания фермеров района Будет проведена качественно и в лучшие сроки В конце марта по всей республике прошли обильные снегопады Сильные метели и бураны К чести дорожников нашего района нужно отметить Случаев закрытия дорог в это время не было Были приостановлены лишь на короткое время движения маршрутных автобусов Работа по очищению дороги от снега Работниками дорожно-строительного участка Нефтегазодобывающего управления Краснохомснефть Велась комплексно Звенья работали без выходных днем и ночью Они работали в трех направлениях Янаул-Нефтекамск Янаул-Салихова Краснохомское звено трудилось на участке Янаул-Бустанай В понедельник 28 марта мы побывали на участке дороги Янаул-Нефтекамс Где работу вела звено мастера Фануса Глимханова Впереди шел тяжелый автогрейдер За ним шликоротор ощущал дорогу полностью от снега Как сказал мастер На этом участке работали в тот день Два шликоротора, два трактора Т-150 Бульдозер-Грейдер Заправка также производилась на месте Как сказал начальник участка Рабочие трудились самодверженно Он с гордостью отметил высокоэффективную работу Ветерана производства Машиниста-автогрейдера Рифа Гумерова Бульдозериста Девката Гайсина Молодого работника Шамиля Имамуддинова А также Айдара Патретдинова и Мавляви Кусаинова С такими ребятами можно пережить любые трудности Сказал Уважаемые телезрители Радостные события для всех жителей северного района нашего города Здесь открывается новый фирменный магазин Янаульской межрай-базы Уважаемые покупатели Уважаемые работники Янаульской элеватора и межрай-базы Вот, знаешь, сегодня у нас, будем говорить, знаменательный день Открываем совместный магазин Янаульской межрай-базы при элеваторе Анфиса Ахнаевич давно уже говорил Вот, нельзя ли таким образом сделать, чтобы коллектив каким-то образом снабжать товары, чтобы более-менее цены были приемлемыми И ассортимент, конечно, был широким, разнообразным Ну, думали-думали Ходили-ходили Ну, задумки были разные Вот здесь вот площадь была, здесь была, значит, показал Ну, нам понравился вот этот магазин, будем говорить, вот эта площадь И мы его переоборудовали Ну, задача какая наша будет? Снабжать разнообразными товарами народного потребления Работникам, в основном работников элеватора Ну, и, соответственно, вот в северной части поселка, будем говорить Ну, товары у нас разнообразные, очень много их На миллиард семьсот миллионов у нас на межрайбазе остатки на сегодняшний день И это не один только вид товара Очень много товаров Вот, сегодня, к вашему вниманию, вот предоставили Это еще не все Ну, и цены, соответственно, нормальные будут Потому что мы товары получаем напрямую от поставщиков Добавляем чуть-чуть свои надбавки И при этом получается значительно ниже, чем рыночных цен Вот такой договор у нас, в принципе, с элеватором Видимо, мы будем придерживаться этого И будем хорошо, совместно, дружно, рука об руку трудиться Вот, что хотелось сказать В основном, конечно, Рафисархат все же высказался Ну, что я добавлю еще Это место, которое намечено было в 89-м году Мы его под магазин уже готовили практически Ну, кое-какие объективные и субъективные факторы Не позволили пока его открывать Вот, Рафисархатыч, когда уже обратился действительно И я обращался В общем, совместное мнение пришли И мы его решили открыть Буквально вот за два месяца мы его ремонтировали Отремонтировали совместными усилиями Все то, что завозили, значит, товары В основном сегодня вот готов он к открытию Ну, что еще добавить Вот, Рафисархатыч, мы договорились Нашим работникам, он же сказал Ниже рыночных будет И мы будем работать, Рафисархатыч, по заявке Наши работники элеватора будут заявлять Что им нужно И мы будем, что по мере возможности Найти это строительные материалы, допустим И другие промышленные товары Будем, значит, совместно искать, найти И здесь будем продавать Вот, для улучшения работников нашего элеватора И благосостояния И прилежащих людей здесь Живущих на этой стороне В основном, ведь на той стороне у нас магазинов очень много На каждом шагу, как говорится А здесь действительно у нас не хватает Обслуживания населения Вот с этой целью, в основном, мы решили открыть этот магазин Приятно сегодня присутствовать на таком событии Межрайбаза открывает уже третий по счету магазин Магазин, где реализуют товары, которые поступают непосредственно к ним Товары Межрайбаза реализует, наверное, всем известно В основном товары первой необходимости Значит, здесь и соль, здесь и спички Здесь и, значит, синтетически моющие средства То есть те продукты, те товары, которые, ну, не каждая, допустим, Тот же райпо, тот же Урс будет закупать большими партиями И обеспечивать свои магазины Ну, что хочется пожелать коллективу и руководству Межрайбазы Дальнейших успехов, значит, сотрудничества Вот между коллективом «Элеватора» и Межрайбазы Ну и всего самого хорошего Чтобы побольше было таких магазинов Где цены более-менее низкие В общем-то, доступны и для нашего покупателя Что является нашей основной целью Спасибо большое Наступает торжественная минута Открытие нового магазина Уважаемые телезрители Вот мы вам показываем ассортимент товаров И продуктов питания, которые имеются в этом магазине Обратите внимание на цены Они здесь, конечно, намного ниже, чем рыночные В магазине также имеются в широком ассортименте Трикотажные изделия Одежды для осенне-весеннего сезона Обувь для всех возрастов Товары сложно-технического ассортимента Телевизоры, магнитофоны, магнитолы Автоприемники, часы В широком ассортименте Продовольственная группа товаров Кондитерские изделия Макаронные изделия Консервы овощные и фруктовые Байховый чай в ассортименте Фарфоровая и стеклянная посуда Товары хозяйственной группы К вашему сведению, уважаемые телезрители Магазин находится в бывшем административном здании элеватора по улице Социалистической Остановка транспорта нефтеваза Как мы узнали позже, в день открытия реализовано товаров населению на полтора миллиона рублей А самое главное, эти деньги останутся в нашем городе и пойдут в пользу дела Купатели Представьтесь, пожалуйста Золотарева Зелера Равкатовна Зелера Равкатовна, как вы считаете, цены в этом магазине приемлемые? Да, я думаю, чай мы купили, например, довольно-таки дешевый Таких в магазине нет Спасибо Месикутова одна из самых отдаленных деревень района Однако, то ли потому, что люди здесь живут очень дружные, приветливые к людям и гостеприимные А то ли потому, что очень любят они, хорошо подругившись, отдохнуть на славу, не чувствуется здесь эта отдаленность Действительно, любят здесь отдохнуть красиво, с музыкой, с песнями, под музыку всеми любимые итальянки Кто не знает, у нас в районе знаменитую агитбригаду Алга, ансамбль народных инструментов, самодеятельный и сельский театр Кстати, хорошо известны они и далеко за пределами района Слава о них разводилась по всей республике Впрочем, об этом мы расскажем вам позже А сегодня Месикутова большой праздник В эти дни исполняется 20 лет со дня открытия сельского Дома культуры На праздничный вечер, посвященный этой дате, приехало много гостей В холле организована большая выставка, рассказывающая о деятельности очага культуры за эти 20 лет Начиная с первых дней по сей день Дом культуры празднично убран И издали момент к себе всех однозначан за душевными песнями и яркими огнями И начался праздник Ведущая сегодняшнего вечера, в прошлом большая активистка художественной самодеятельности Учитель-пенсионер Месикутовской средней школы Флюза Нуреева Приветствовал всех такими словами Искусство, оно прекрасно Искусство, это мужественно Искусство, дело чести Искусство, это жизнь Действительно, за 20 лет своей жизни подмостками Сюготовского сельского Дома культуры Повидали многое Это и регулярное выступление агентбригады ОЛГА Многочисленного дипломата районных и республиканских смотров К слову, члены агентбригады – люди разных профессий Механизаторы, работники культуры, учителя Вспомнив знаменательные даты агентбригады Члены выразили свою глубокую признательность заслуженному работнику культуры Ветерану культуры Капкаева и Лилии Закировне, которая была их наставником Также известен не только у нас в районе, но и во всей республике Участник многих передач республиканского телевидения Лауреат многих конкурсов «Ансамбль народных инструментов» Руководитель ансамбля – Кашапова Факеапа Ансамбль существует вот уже несколько лет Факеапа объединила вокруг себя людей разных профессий Шоферов, педагогов, механизаторов Своебразным украшением ансамбля является его солист Лауреат Второго Всесоюзного фестиваля народного творчества Айнас Хайрадзинов – механизатор по профессии Прекрасный друженик и отличный семьянин Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вечер продолжался На сцену выходили певцы, танцоры, член драматического кружка Актеры самодеятельного театра за 20 лет поставлены 25 спектаклей 10 из них поставлены на районном смотре В числе сыгранных спектаклей «Эх, уфимские девчата» Ибрагима Абдулина Он вернулся ангамат Набаева Шумкар, Шумят волны Резешмурата Первая любовь Хая Вахита Корни Юнуса Аминева И многие-многие другие Добрые слова заслуживают и ветераны театра Айрат Яосу Муровы Очень интересно проходят все ДК Такие мероприятия, как Голубые огоньки, осенние балы Праздники пожилых людей Понравился сырчанам и конкурс «Эх, уфимские девчата» Которая была организована в прошлом году Девушки диван соберывали не только свою красоту Но и кулинарные способности Знания родного языка «Эх, уфим immune» Которая музыка «Есер» «Эх, уфимские девчата» «Эх» «Эх», «Эх» Которая Горбора А этот концертный номер взят из программы «А ну-ка, невестушки». Субтитры подогнал «Симон» На сцене танцевали прекрасные месиготовские девчата. Их зажигательные народные танцы в зале никого не оставили равнодушным. КОНЕЦ Их зажигательные народные танцы в зале никого не оставили равнодушным. Не только прекрасно поют, но и отличная мать для своих пятерых детей. И передавая доярка колхоза «Урал». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Регулярно проводятся в клубе детские праздники, спектакли «Сабантуи». Итак, праздничный концерт завершался. От имени сельской администрации Месиготовский дом культуры, его руководителя Исхакову Фариду Амировну, директора клуба, и Закирову Анису Абзаловну, художественного руководителя, которые 20 лет проработав здесь, стали отличниками клубной работы, награждены многими почетными грамотами, знаками Министерства культуры СССР за успехи в художественной самодеятельности, поздравили и поблагодарили за отличную работу глава Бесиготовской сельской администрации Васим Касимович Ахматнуров и председатель колхоза Кашапов Ильдус Юрисович, председатель районного профсоюзного комитета работников агропромышленного комплекса Физави Фаизович Гумаров, председатель профсоюзного комитета работников культуры Фаттахова Зиля Мазгаровна. Очень запомнилось сельчанам поздравление заведующей отделом культуры администрации города Инаульского района Фазыловой Риммы Фамиевны. Она произнесла теплые слова о деятельности сельского дома культуры о этих двух женщинах, директоре клуба и художественном руководителе, который вот уже 20 лет работает душа в душу, словно пара лебедей, и преподнесла им от имени отдела культуры символический подарок бадьян и памятные подарки. Сегодня мы хотим вас ознакомить, как обстоят дела в районе и городе, пора отбить ее физической культурой. Рядом со мной председатель спорткомитета местной администрации Самат Хамитович Рахматур. Во-первых, мы поздравляем Самат Хамитовича с присвоением ему высокого звания заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан. Мы рады тем, что его многолетняя плодотворная работа высоко оценена нашей республикой. Самат Хамитович, теперь вам слово. Во-первых, разрешите сказать большое спасибо за поздравление. Ну, сразу хочу отметить, что это отмечен потенциал нашего города и района. Это не моя личная заслуга, а всех работников физического воспитания района и города, а также преподавателей и тренеров спортивных школ и других методистов по спорту, а также тренеров-общественников. Ну, что касается состояния физической культуры и спорта в городе и районе, хочется сказать, что определенная работа у нас в городе и в районе проводится и проводилась и ранее. Сейчас все говорят о том, что у нас очень тормозит во многих деяниях или в наших делах, это состояние экономики. Как бы не было тяжело, но в районе на эти вопросы уделяют должное внимание. Ну, достаточно сказать простой пример. По итогам прошлого года, вернее, в прошлом году мы получили пять типовых спортивных залов. Это три школьных новых типовых спортивных зала и два зала при сельских домах культуры. Также спортивная жизнь продолжается и в рамках отдельных видов спорта и комплексных спортивных соревнованиях. Ну, достаточно сказать, что в прошлом году в сельской спорта-океаде Республики Башкортостан мы участвовали в 12 видов из 14 и заняли в Республике седьмое место. Также выступают неплохо наши школьники по развитию. Продолжаются работы по дальнейшему укреплению материальной базы спорта. Вот буквально на днях мы получили панели для строящего спортивного комплекса. У нас это была задержка порядка где-то двух-трех месяцев. Но сейчас, раз панели поступили, у нас в течение года мы думаем большой объем работы сделать. Работу эту проводит наше Янаульское РТП. Люди назначены, ответственны. Работа, видимо, будет сделана качественной в срок. Если, говорить, остановиться на отдельных видах спорта, то, надо сказать, отметить, вернее, такой вид, как футбол. Два года мы старались или стараемся поднять наши традиции в этом виде спорта. Играли в первенстве в Башкирии по третьей группе. Ну, у нас уже команда состоялась. Юноши подросли. Два года дали большой опыт как тренерам, товарищу Загрееву Ильдус Максуновичу, так и ребятам из команды «Нефтяника». Они достойно защищают честь города и района на республиканских соревнованиях. В году у нас имеется договоренность с главой администрации в том, что уже команда будет играть в более высоком ранге. То есть мы будем играть по второй группе первенства Башкирии. Но это предусматривает соответствующие расходы. Ну, на такие вещи со стороны администрации, руководителей города и района. Ну, делается многое руководителями. И, собственно говоря, затраты оправдывают те усилия, которые мы затрачиваем на то, чтобы, допустим, работать по дальнейшему воспитанию подрастающего поколения. Мы же работаем на перспективу. Ребята видят, как занимаются команды, отдельные спортсмены города и района. Это добрый пример. И на этих примерах мы думаем воспитать нашу подрастающую молодежь. Спасибо большое, Самат Хамитович. Но телезрителей мы заверяем, что чаще будем ознакомливать их со спортивными новостями района. 26 марта в селе Новый Артаул прошли традиционные лыжные соревнования учителей города и района на Кубок райкома профсоюза работников городского отдела народного образования. Всего участвовало 12 команд. Если бы не помешали Побок в Собе, конечно же, их было бы намного больше. Особо хочется отметить команды из Орловской, Новоартаульской, Истякской средних школ. Они не пропускают эти соревнования, участвуют дружно и добиваются высоких результатов. Соревнования в этом году впервые прошли вблизи села Новый Артаул. О красоте этих мест уже много сказано. Командой встречал хозяин трассы, один из лыжных фанатов района, главный агроном Буйского совхоза Ильгам Адгамевич Минязев. Собравшись, я приветствовала председатель райкома профсоюза работников городского отдела народного образования Зинера Лебебевна Гайнулина. Настроение у всех было отличным. Кругом звенел веселье и снег. Ущеля нашего города, как мы видели, умеют не только хорошо трудиться, но и прекрасно отдыхать. Они с огромным желанием участвовали во всех видах соревнований. Соревнования эти прошли по шести возрастным группам. В результате победила команда Новортаульской средней школы. Второе место у команды средней школы. Номер один. Третье у Орловской средней школы. На личном первенстве отличились Дмитрий Гореевич Ахметгареев из Орловской средней школы. Он ежегодно участвует на соревнованиях и занимает призовые места. Также хочется отметить Рашида Решатовича Гафарова из средней школы. Номер три. Ганса Михайловича Валяхметова из помогательной школы. Директора средней школы номер один. Кадыма Гариповича Фаизова. Светлану Николаевну Ткачук из средней школы номер четыре. Рашиду Сакирьяновну Фазлыеву из Истякской средней школы. Прайком профсоюза работников городского отдела народного образования благодарит коллектив детской и юношеской спортивной школы за оказанную помощь в проведении лыжных соревнований. В этот день проигравших не было. Выиграли все. А приз был единым для всех. Хорошее настроение, бодрость, духа. А впереди у преподавателей нашего города, района, тяжелая последняя четверть. Давайте же пожелаем им успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!